Добрый вечер, меня зовут Максим Путинцев, а на стенде сегодня Константин Шевченко, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Прежде всего, хочу вас поздравить с этим назначением. Около двух недель назад оно состоялось. Правильно ли я понимаю, что фактически пока вы осваиваетесь в новой должности? Спасибо за поздравление. Да, действительно осваиваюсь. Я сейчас знакомлюсь с системой образования Екатеринбурга. Наверное, она открывается с какой-то новой особенной стороны. Вы ведь в последнее время 10 лет занимались образованием дополнительным, возглавляя Дворец молодежи. Да, она открывается. Немножко она для меня новая, потому что все-таки это прежде всего школы, это детские сады, но также это и учреждения дополнительного образования. С одной стороны, она новая, с другой стороны, работая во Дворце молодежи, мы ряд проектов все-таки связанных с образованием. Но все равно это тесная связь, наверное. Конечно, да. Ну, например, мы занимались Всероссийской олимпиадой школьников и тут в тесном партнерстве со школами Екатеринбурга и с департаментом образования Екатеринбурга. Мы проводили, например, последний проект, это наши... Два года назад мы проводили заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Это когда все лучшие школьники математики приезжали в Екатеринбург и состязались между собой. Ну, сейчас, наверное, вы будете внедрять повсеместно, где только можно, дополнительное образование. Опять же, по старой памяти. Ну, я думаю, что... Я иронизирую, конечно, но до определенной степени. Я понимаю, да, но, безусловно, этому направлению деятельности будет уделено внимание, хотя оно и так уделялось, потому что и в целом система имеет огромный потенциал. Но, по крайней мере, тут, наверное, стоит сказать о том, что вектор развития, интеграции общего и дополнительного образования, да, он сегодня существует, и мы его будем поддерживать. И, в частности, национальные проекты, которые сегодня объявлены в образовании, например, создание детских технопарков в кванториумах, в школах, да, этот проект мы уже подходит. Это федеральное веяние или это уже как раз первые шаги Константина Шевченко? Потому что нам говорят, что кванториумы скоро появятся в школах, хотя раньше они были отдельными учреждениями дополнительного образования. Да, это федеральное веяние. Ну, на самом деле, это хорошо, что детские технопарки будут располагаться в школах, потому что они, ну, во-первых, школа уже будет неким комплексом. Ну, это просто удобнее, наверное, для детей. Это удобнее, с одной стороны, с другой стороны, это направление будет реализовано с точки зрения того, что будет улучшаться качество образования общего, да. То есть, каким образом, да, но это, безусловно, такая вот уже конкретная интеграция, когда школы будут включать в учебные планы деятельность того или иного кванториума. Это такое взаимное дополнение. Взаимное дополнение. Обогащение. Да, да, это так. А когда первые кванториумы в школах у нас появятся? Ну, мы планируем, что они появятся в следующем году. Сейчас мы подали заявку на этот конкурс, и, я думаю, в ближайшее время получим результаты. Пока это три школы. Но еще один проект, он связан, конечно, с сельской местностью, но, тем не менее, сельские школы у нас тоже есть на территории Екатеринбурга. Так сельскими школами же занимается областное министерство. Да, но... Или у нас тоже на территории города есть что-то, что можно назвать сельскими школами? У нас на территории города, да, но я могу пример привести, что у нас есть школа, например, в Северке. Да, это железнодорожный район Екатеринбурга, и это сельская местность. И в этой школе в прошлом году была размещена точка роста. Это центр цифрового и гуманитарного образования, когда в школе по ряду предметов происходит обучение и дополнительное образование, в том числе, ну, с таким вот серьезным технологическим наполнением. Да, это когда 3D-принтеры стоят, ну, например, по предмету технология, когда там усиленные компьютеры стоят для того, чтобы изучать информатику и так далее. В общем, это становится таким важным направлением развития образования в Екатеринбурге. Да, это национальный проект, ну, это и привлекательно, потому что это привлечение федеральных средств в образование, в систему образования Екатеринбурга, да, нужно и хорошо. Ну, вот смотрите, это все действительно замечательно важно и хорошо, иметь какие-то серьезные планы, воплощать, контролировать и так далее. Но у меня такое ощущение, что вы с начала своей деятельности в департаменте образования фактически работаете в режиме пожарной команды. Почему? Потому что главная проблема, с которой сейчас вся страна борется, а не только система образования, это противостояние коронавирусу. Так вот, с вашей точки зрения, система образования Екатеринбурга, насколько эффективно она справляется с этим вызовом? Ну, про пожарный режим, да, наверное, это так, действительно, да, потому что в оперативном режиме мы собираем информацию с образовательных наших всех организаций о количестве заболевших. И учеников, и учителей. И учителей, да. Сегодня самая, ну, наверное, большая проблема в том, что именно взрослое население, именно учителя сегодня у нас болеют больше, чем ученики. Это связано и с ОРВИ, и с коронавирусной инфекцией. Но вместе с тем я могу сказать, что система образования, она готова, она абсолютно адекватно, мне кажется, реагирует на эпидемиологическую обстановку, которая сегодня существует в Екатеринбурге. То есть, ну, на сегодня пока у нас две школы находятся, одна школа находится полностью на режиме дистанционного образования, одна школа досрочно ушла на каникулы. Как раз это связано с тем, что количество педагогов, заболевших... То есть даже не из-за детей, а именно из-за преподавателей. Из-за преподавателей, да. Две школы закрыты, и скольки? Ну вот, чтобы понимать пропорцию. Из 165. Ну, то есть это небольшой процент. Ну, то есть ситуацию, да, она сложная, напряженная, но критической ее не назовешь. Критической ситуации нет, абсолютно точно. Тем более, что мы понимаем, что практически через неделю наступят осенние каникулы. В основной массе... С 26 октября, по-моему, по плану. С 26 октября, да. Дотянем? Или уйдем досрочно, как Москва? Нет, я думаю, что мы дотянем. Я думаю, что мы дотянем. Конечно, мы следим за работой и областного штаба, и смотрим оперативно, как изменяется ситуация. Но я думаю, что мы дотянем, и планово войдем в режим каникул. И вот это вот разобщение детей, когда произойдет на каникулах, я думаю, что оно даст нам определенные эффекты. Оно может быть даст улучшение, причем не только для школ, но и для эпидемической обстановки в целом. Вариант продлить осенние каникулы? Не знаю, это полнедели на неделю рассматривается. Этот вариант рассматривается, да, потому что каникулы заканчиваются 1 ноября, и там буквально 2 дня, и 4 ноября у нас всероссийские праздники и выходной день. То есть до 4-го, может быть, и продлим. Мы думаем, что до 4-го продлим. То есть мы продумываем сейчас как раз, каким образом вот эти 2 дня занять. Это, возможно, и проектная деятельность, это, возможно, и день здоровья в школе и во всей системе образования Екатеринбурга. Поэтому мы сейчас продумываем, как это сделать. Как к дистанту вообще относитесь, который явочным порядком был у нас весной введен, от которого пока, во всяком случае, всеми силами, как я вижу, школы пытаются уйти и оставаться в очном формате. Но, тем не менее, наверное, это наше будущее. Ну, по крайней мере, нам стоит понимать, что вот эта форма образования, она вошла к нам. И уже никуда не денется. И так, скажем, ворвалась, да, и, наверное, уже никуда не денется, да. Это надо абсолютно точно понимать, какая бы обстановка ни была, то есть жить мы будем по-другому. Ну, в каком количестве дистант идеален? Наверное, если это стопроцентный дистант, это плохо. Если этого совсем нет, наверное, тоже плохо. Я думаю, что в соотношении 50 на 50. Потому что, конечно, оффлайн, так скажем, образование, оно тоже важно и нужно, особенно для школьников младшего возраста, ну и для старшего тоже. Потому что внутренняя коммуникация, которая возникает в школе между учениками, между учениками и учителями, между учителями, да, оно тоже важно. Абсолютно точно. Без этого это неотъемлемая часть учебного процесса и вообще образования и воспитания ребенка. Поэтому, конечно, я думаю, что в неком соотношении, но вообще как таковое онлайн-образование, конечно, для всей системы, оно определенный вызов, да, потому что это надо одновременно всем включиться, это надо углубиться в вопросы информационных технологий. Там все меняется, да. Вместе с этим я понимаю, что, конечно, там онлайн-урок, это все равно некое такое плоскостное восприятие, да, это необъемное, которое тоже определенным образом влияет на психику наших детей. То есть с этим надо быть аккуратным. Но, тем не менее, надо изучать, углубляться. Я уверен, что вот этот переход на онлайн, он даст определенный импульс вот этому развитию. То есть появятся, может быть, еще какие-то там формы, подформы этого образования, да. Ну, мы же знаем много примеров, когда весь мир ушел в режим пандемии, когда известные профессора доказывали, например, теорему при помощи определенных компьютерных игр. Да, это интересная практика, на самом деле, да. Это, с одной стороны, игровая технология, с другой стороны, да, это образование. Как относитесь к такой истории, которая называется тьютерство? Ну, мы говорим об образовании в Екатеринбурге, но всегда в голове держим те новации, которые вводятся в Москве. Весной вообще Москва была такой ролевой моделью для регионов. Сейчас все-таки все стараются идти своим путем, но поглядывают. Так вот, в Москве сейчас активно внедряют институт тьютерства. Но, если упростить, это привлечение на место пожилых учителей, которые в силу возраста должны уйти на дистанцию. С студентов. Да, губернатор уже об этом распорядился, да. У нас учителя пенсионного возраста должны в обязательном порядке уйти на дистанционную работу. На их место приглашать студентов старших курсов, педвузов, чтобы они помогали детям осваивать материал. Как вам это? Ну, это возможный сценарий развития, и мы, конечно, об этом задумались. Я думаю, что мы обязательно вступим тут в оперативный диалог с нашими педвузами. Чтобы подсмотреть, что там у Москвы получается и как. Ну да, и подсмотреть, и посмотреть готовность студентов третьего, четвертого, пятого курса, насколько они готовы сегодня выполнять вот эту роль тьютера. Но вместе с этим стоит понимать, что тьютер – это не учитель, да, это специалист, который… Помощник, наверное, так. Это помощник, да, это человек, который сопровождает каждого учащегося в его индивидуальной образовательной траектории. Он ему в чем-то помогает, подсказывает. При этом это педагогическая должность, да, или… Ну да, это педагогическая должность. Поэтому вопрос организации, ну там, скажем, организационный вопрос оплаты, например, за эту работу, да, он перед нами тоже встанет, и тут надо смотреть, на каких это условиях должно быть, как этого человека там, условно говоря, тарифицировать. Вот, то есть, ну, тут надо посмотреть. Хотя, мне кажется, это очень интересная… Ну, идея хорошая и перспективная. Идея хорошая и перспективная, да. И, по крайней мере, для наших педвузов, ну, на самом деле, и не только педвузов, Уральский федеральный университет сегодня тоже несколько программ, связанных с педагогикой, готовит. Да, это очень хороший вопрос для обсуждения вообще, возможно, невозможно. Ну, и с точки зрения, там, например, прохождения той же, там, производственной практики для студентов, да, это прекрасная возможность. Ну что ж, спасибо вам большое. Я желаю вам, Константин, поскорее перейти уже из режима пожарной команды в режим такой вот нормальной, спокойной, проектной, плановой деятельности. Спасибо. Мне остается напомнить, что на стенде был Константин Шевченко, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга. До свидания и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok